Извините, Мидглтон, прощай. Кейт Мидглтон разводится с принцем Уильямом и все, конечно, желаем королевской чете долгих лет совместной жизни и много-много детишек, но после бурного отдыха принца на горно-лыжном курорте не перестаем волноваться за Кейт. Эта недавняя поездка в Швейцарию сильно подпортила репутацию принца Уильяма. СМИ обвинили Уильяма в эдультере с австралийской моделью Софи Тейлор. Ходили слухи, что супруга принца Кейт Мидглтон даже планирует развод. Уильям и Кэтрин отказались комментировать ситуацию и опровергали сплетни только счастливыми улыбками во время совместного официального визита в Париже. Несмотря на это, инсайдеры уверяли, что Кейт злиться и очень разочарована. Гертигиня кембриджская Кейт Мидглтон и принц Уильям – образец отдельных отношений. Однако так считают не все. Недавно известная астролог напророчила супругам развод и рассказала, что не так в их отношениях по словам эксперта, у Мидглтона и Уильяма разные представления о браке, потому паре грозит развод. В один интервью с журналистами, Витрак заявила, что еще в 2011 году, когда весь мир праздновал свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидглтон, она предостерегала от эйфории, связанной с этим событием. Увы, представление, разыгрываемое на глазах у миллионов зрителей, не имело ничего общего с тем, что происходило за кулисами. А там все далеко не так благостно, как кажется на первый взгляд. По ее словам, у Уильяма и Кейт свойственно желание обрести родственную душу, человека, который понимал бы их не только с полуслова, но и с полувзгляда. Однако в гороскопе Кейт существует враждебность Луны и враги к Солнцу в Козероге. Это говорит о том, что она находится в постоянном поиске баланса между интуицией и логикой. Тайным и явным эксперт сказала, что в гороскопе Кейт Мидглтон Кейт существует враждебность Луны и враги к Солнцу в Козероге. Это говорит о том, что она находится в постоянном поиске баланса между интуицией и логикой, тайным и явным. По словам инсайдеров, Кейт Миддлтон чувствует себя униженной и не собирается мириться с этой ситуацией, поскольку это затрагивает не только их брак, но и статус королевской семьи. Напомним, что 29 апреля Уильям и Кейт отметят 6 лет со дня свадьбы. Влюбленные познакомились во время учебы в университете Сент-Индрюса, целый год дружили, а затем 8 лет встречались. У супругов есть двое детей, сын Йорк, который в этом году пойдет в школу, и принцесса Шарлотта, которой 2 мая исполнится 2 года. Как известно, после замужества официальный титул Кейт Миддлтон звучит так, Кэтрин Элизабет, ее королевское высочество герцогиня Кембриджская. По крайней мере, именно это написал принц Уильям при регистрации рождения принца Джорджа. Когда Диана, ее королевское высочество принцесса Уэльска, развелась с Чарльзом, согласно их брачному контракту она потеряла титул ее королевское высочество, оставшись Дианой, принцессой Уэльской. Любопытно при этом, что королева желала оставить за Дианой оба титула, но принц Чарльз настоял, что принцессой при таком раскладе его бывшей жене не бывать. Юный принц Уильям, сын Дианы, пообещал тогда матери, не волнуйся, мамочка, я верну тебе титул, когда стану королем. К сожалению, его словам так и не дано было сбыться. Но в случае с браком Кейте Уильяма есть нюанс. Перед свадьбой супруги отказались подписывать брачный договор. И это означает, что, в отличие от Дианы, Кейт сохранит за собой королевский титул после развода. Но где будет жить Кейт после развода и повлияет ли это на детей? Скорее всего, она сохранит за собой апартаменты в Тенсингтонском дворце. Сейчас обладателями особняка официально являются Уильям и Кейт. Он сделался их первой официальной резиденцией в Лондоне после свадьбы 29 апреля 2011 года. Что до его высочества, он может вселиться либо вблизи в Тенсингтоне, либо, к примеру, у родичей в Сент-Джеймском дворце в Ир-общем, верим, принцу не перепадет снимать однушку где-нибудь в спальном районе Лондона. Принц Джордж и малютка Шарлотта, несмотря ни на что, останутся претендентами на королевские престолы, вероятнее всего, будут обитать с мамой. Впрочем, тут необходимо уточнить, что суждения британцев о развитии обучений разнятся от наших. С огромной возможностью, королевские дети отправятся в частную закрытую школу и собственную семью будут лицезреть лишь по праздностям на каникулах. Так что Уильям и Кейт не достанется брониться из-за того, кто поведет детей в бассейн.